Люблю детишек, которые вопят. Хочу то, хочу это. Дети плачут, а родители плачут. Я хочу конфеты. Для того, чтобы прекращать детскую истерику, прежде всего надо понять её причину. Причины истерики. Приближается болезнь, то есть он дискомфортно себя чувствует. Устал, чувство голода или боли. Подражание модели поведения взрослого. То есть надо посмотреть на себя любимых, как я взаимодействую с собственным ребёнком, и часто ли я выражаю себя в такой форме. Если истерика началась? Вы для себя должны понять, опять же, причину этого состояния у ребёнка. И если это заболевание, или, как вы знаете, ребёнок голоден или хочет спать, ну, конечно, его успокоить, приласкать. В момент истерики никакие уговоры, никакие успокаивающие какие-то слова не действуют, потому что ребёнок не слышит. Поэтому ему нужно дать, как мы называем, тайм-аут. На несколько минут дать ему отдохнуть. Ты успокойся, и мы потом с тобой поговорим. После истерики. Когда успокоился, мы учим его конструктивно выражать. Ты расскажи, чего ты хотел, и мы с тобой попробуем договориться. Потому что, когда ты кричишь, ни я не слышу, ни ты меня не слышишь, нам трудно с тобой договариваться. И учить ребёнка конструктивно выражать свои эмоции. Мама, я там рассердился, или я огорчился, или я грущу, потому что ты не покупаешь мне игрушку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова